Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о консолидации. Консолидация – это сборка данных из нескольких таблиц. Таблицы могут находиться как в листах, так и в отдельных книгах. Первая задача – это у нас есть три ленты. Лента Балашика, лента Сергеев-Пасад и лента Фрязина. Лента – это сетевой магазин, да и у нас есть примерно ее продажа. Нам необходимо сложить сумму продаж по всем трем лентам. Для этого мы используем сначала обычные формулы. Пишем равно, заходим в первый лист, выделяем первую ячейку. Дальше нажимаем плюс, заходим во второй лист, нажимаем первую ячейку с данными для сложения. И, соответственно, заходим в третий лист, нажимаем третью ячейку, нажимаем вот в окне формулы. У нас получается формула, которая работает с трех листов. Да, допустим, если бы таких листов у нас было не три, а сорок три, тогда использование такой формулы бы гораздо усложнилось. Именно поэтому у нас есть трехмерная формула суммы. Для этого мы пишем сумму. Заходим в первый лист, выделяем первую ячейку. Дальше заходим в последний лист. При этом нужно сначала нажать клавишу shift. Нажимаем shift. У нас получается запись формата Балашиха двоеточие Фрязина C3. Данная запись обозначает, что все листы, входящие между Балашихой и Фрязина, будут складываться. Нажимаем вот и протягиваем вниз и вправо. Обратите внимание, что в формате такой записи нам необходимо выделять листы именно подряд. Через один, допустим, через control сделать это не получится. Отлично. Итак, поставьте видео на паузу и напишите небольшой комментарий. С ключевыми словами. Консолидация данных в Excel, консолидация в Excel, консолидация и консолидация в Excel по-русски. Я буду очень вам признателен. Спасибо большое. Идем дальше. Следующее, что нам необходимо понять, что данные из трех листов также можно собрать с помощью специального инструмента, который называется консолидация. Для этого нам необходимо зайти во вкладку данные, выбрать консолидация, далее перейти в первый лист, выделить данные для консолидации, нажать добавить, зайти во второй лист. Если диапазон находится в том же самом положении, что и в первом, мы нажимаем просто добавить. И, соответственно, мы заходим в третий лист, нажимаем добавить. Далее мы выбираем функцию, которая будет здесь участвовать, сумма, количество, среднее и так далее. Если нам необходимо, мы ставим подписи в верхней строке. Далее выбираем значение левого столбца. Да, то есть это у нас будут перенесены названия товара и, соответственно, количество. Если мы поставим галочку связь с исходными данными, тогда при изменении данных в первоисточнике значения в этой таблице также будут меняться. Нажимаем ОК. Как мы видим, у нас подтянулись значения. Если вы обратите внимание, здесь невозможно понять, из какого именно до листа было это сделано. Поэтому в таком случае нам необходимо делать импорт из разных книг, чтобы подписи были актуальными. Для этого мы заходим на рабочий стол, открываем три книги, из которых мы будем производить импорт. И, соответственно, также заходим из этой книги. Заходим в данные, консолидация. И выбираем, куда будем вставлять. Заходим в данные. Далее выбираем консолидация. После чего переходим в первую книгу Балашиха. Выделяем данные. Нажимаем Добавить. Очищаем ссылку. Заходим во вторую книгу Фрязина. Выделяем. Нажимаем Добавить. Очищаем ссылку. И заходим в заключительную книгу Сергеев Посад. Выделяем. Нажимаем Добавить. Также ставим подписи в верхней строке, значение из стола слева. И создавать пять с исходными данными. Окей. Смотрим результат. Как мы видим, при открытии списка, теперь мы понимаем, где у нас какая лента. Да, то есть, Яблоки Голден. Это у нас Балашиха, Сергеев Посад, Фрязина. Плюс-минус стало понятнее. Что делать, если данные у нас находятся в одной книге и нам неохота разбивать их по листам? Мы можем использовать мастер сводных таблиц. Мастер сводных таблиц у нас находится во вкладке Параметры. Далее выбираем настроить панель быстрого доступа. Выбираем здесь все команды. Нажимаем на любую позицию меню и пишем мастер сводных таблиц. Да, то есть, начинаем. Вот она автоматически у нас подтягивает. Нажимаем Добавить. Как вы видите, добавилось. Нажимаем ОК. И в строке слева у нас появляется мастер сводных таблиц. Мы заходим в этот инструмент. Далее выбираем в нескольких диапазонах консолидации. Выбираем сводные таблицы. Нажимаем Далее. После чего мы выбираем создать одно поле или создать поля страницы. Нам необходимо создать поля страницы, для того, чтобы они у нас находились в одном поле сводной таблицы. ОК. Далее переходим по тому же принципу. Первый лист. Ставим единичку. Нажимаем Добавить. И пишем Балашка. Потом. Далее. Заходим во вторую таблицу Сергеев-Пассад. Выделяем. Нажимаем Добавить. Пишем Сергеев-Пассад. ОК. И заходим, соответственно, в третью таблицу. Выделяем. Нажимаем Добавить. И пишем Фрязина. Нажимаем Далее. Выбираем. Существующий лист готов. Как мы видим, у нас появилась сводная таблица. Она не совсем обычная. Она из нескольких источников данных. Если мы возьмем поле страницы и перенесем его в строки, тогда мы сразу поймем, да, где у нас продажи по Балашке, по Сергееву и по Саду и так далее. Также мы можем спокойно, да, делать все действия, которые через дополнительный у нас, да, процент от общей суммы. Понять, что у нас самые большие продажи были по Балашке 38-31 от общей суммы продаж и так далее. Да, также можно делать фильтрацию, если мы перенесем страницу 1 в фильтры, тогда мы увидим там три наших таблицы, да, которые мы с вами проименовали. Это очень удобно, потому что, как вы видели в предыдущих, да, версиях, данные не позволяют использовать, допустим, второй и последующие столбцы. То есть для консультации важно, чтобы слева у нас находились товары, а сверху была строка. Да, то есть если у нас таблица чуть была перестроена, тогда бы в данном случае был бы вариант только со сводной таблицей. На этом я с вами заканчиваю на сегодня. Смотрите, если вы не написали комментарий, самое время сейчас это сделать. Напишите консолидацию данных в Excel, консолидация в Excel, консолидация или консолидация в Excel. Спасибо вам большое за внимание. Всем отличного дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok